Уважаемые депутаты городского совета, уважаемые члены общественной палаты, жители города. Сегодня мы с вами проводим встречу с министром экологии и природоподвижения Московской области Коганом Александром Борисовичем. Приглашение у нас было направлено от имени Совета депутатов, общественной палаты, и Александр Борисович Васильев встретился с нами по очень важному вопросу. Практически это вопрос, который волнует всех жителей города, это разработка карьеры на Кунгиловском поле. Андрей Игоревич Воробьев во всех своих выступлениях, в программе своей предвыборной, в прямых линиях, которые он проводит для жителей Подмосковья, говорит о том, что каждый житель Подмосковья достоин жить в комфортных условиях. Мы это очень хорошо знаем и приветствуем. Вот о комфортных условиях проживания жителей города Краснодарского мы сегодня поговорим именно вот по этой теме. Проблема больная для нас. Готовясь к этой встрече, комиссия подготовила небольшую съемку и презентацию того, какую мы сейчас имеем ситуацию и какие больные вопросы у нас есть. Пожалуйста. Это съемка разработки карьера, которая сейчас есть. Вы ее все видите. Это Кутилова, да? Наш водозаборный узел и рядом наш поселок Посудниха. И небольшие просто фотосъемки. Комиссия сразу проехала. В самые, ну, в два часа съемки были сделаны. Что мы увидели над улицей Первомайской и около нашего карьера? Ну, там подпись есть, вы видите. Это очередь из грузовиков огромная. Это выезд с карьерами, оборудованный никаким образом. То есть, что создает опасную ситуацию на дороге Краснодарской и Михайловской. И движение грузовиков, причем, смотрите, они идут неперерывным потоком по улице Первомайской, нашего поселка Посудниха. Который проходит, вы знаете, через весь поселок эту улицу. Проблема большая, проблема серьезная. Но любая проблема решается, если ее хотят решить. Правительство Московской области решает проблемы жителей. И мы надеемся, что совместными усилиями мы должны и эту проблему с вами решить. Поэтому я заранее прошу работать конструктивно, конкретно предложения, конкретно вопросы. И пользуйтесь тем, что здесь у нас Александр Борисович. Наверное, я не буду больше всех учить. Александр Борисович, пожалуйста. Спасибо, Мау. У вас, собственно, основное было выступление. Я приглашение получил встретиться с активом на встрече Царева. Там очень было полное обсуждение по поводу встречи, связанной с деятельностью полигона Царева. Встреча была эмоциональная, но очень полезная. В конечном итоге разобрались, и когда будет закрыт полигон, и какие будут дальнейшие действия. И что необходимо сделать, чтобы ни в коем случае полигон потом не бросать, чтобы в конечном итоге он не стал еще больше угрозой, чем, по сути, он сейчас является. А можно еще вопрос? А кто нас снимает? Это даже местное телевидение. А что нельзя? Ну, я думаю, давайте мы как-то вот протоколик все завершим, и дальше будем работать в нормальном режиме. А у нас програнировать с ней гласность? Значит, у нас гласность, поэтому мы с вами встречаемся. Спасибо. 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 Уважаемые коллеги, давайте по одному. Пожалуйста, Лиза Ильич. Спасибо. Журналисты имеют право искать, находить, запрашивать, фиксировать, воспроизводить и рассматривать информацию. А можно не продолжить? Можно не продолжить? Нет, нельзя. Значит, в соответствии с уголовных опций российской информации, вы сейчас заявляете то, что вписывается в деятельность ее в 104-й статье. Воспрепятные профессиональные деятельности-урналисты. Я надеюсь, что у вас познакомится с действием этой статьи «Желание объявить». Мы продолжим, наверное, работу? Нет, почему бы не выкидывали? Он говорит, что у вас есть информация. У нас некоторые люди работают, они прийти не могут навстречу. Поэтому у нас работает телевидение местное. Они у меня все по телевидению. Почему он добавил эти властности? Это мнение было одного человека, он бы высказал вам статью законодательства все. Нет, это не мнение одного человека. Я попросил продолжить, он сказал, он мне запрещает. Он мне разрешит, я продолжу. Продолжайте. Павел Иванович, вы разрешали продолжать? Он хотел меня перебить. А вот я, он в этом плане. Я не решил его перебивать. А вы же вновиде, да? Да. Я решал только где-то по существу. Да, я вас очень уважаю. Почему ко мне относят такие пренебрежения? Александр Борисович, он был бояться, что мы его уделили только и в силу. Доктор Анатольевич, это вы не знаете, Гавелий Владимирович. Давайте мы продолжим работать конструктивно. Для того, чтобы продолжить конструктивно, я хочу напомнить, что закон о СМИ также говорит о том, что человек может записывать только с его согласием. Общественная встреча, пожалуйста, я почему прошу не записывать? Потому что после встречи Царева появился ролик, компрометирующий полностью меня и всю команду, которая там была. Причем вырвали из текста то, что хотели бы видеть, переначали все это дело, наложили совершенно другие какие-то, сделали накладки на это, и этот ролик сегодня гуляет по сети. Но только поэтому я говорю, что я не хочу, чтобы меня записывали. Я не хочу, чтобы после этого передергивали и выдавали в эфир именно то, что не было на самом деле. А то, что хотят видеть все, кто сюда приходит, не найти истину и не разобраться в деле, а сделать только какую-нибудь правду. Александр Борисович, вот в прошлый раз, когда снимало телевидение, и центральное телевидение приезжало, снимало и все остальное, что показали? Скажите, что показали то, что вы хотели, а не то, что хотят видеть. Второе. Что это дело? Вы на прошлый раз приехали даже не подготовлены, вы даже не знаете, что у нас карьера на Московской области, а вы начали ускорить. Не надо ускорить такие вещи. Давайте будем консультировать, а мы тихонично поставим, и решим то, что нам надо, народу, а не то, что нужно вам. Понимаете? Вы нас совсем закопали в дырки. Если вы хотите, вы проедете. От карьера до карьера километры, от карьера до карьера 600 метров, от карьера до карьера 3 километра. Ну что же вы делаете, да? Что же вы угубите землю нашу? Наши деды, отцы ее землю, в пахаре, вносили туда все, хлеб с нее врать. А вы сейчас что делаете? Вы, в первую очередь, вы не давали во всем. Везде торговые центры на полях, везде эти самые логистические центры, вы проедете. Кушкинского района, как такового, нет тут. Везде одни дырки, а везде одни карьера, везде одни свалки. Сейчас вот по телевидению, вот вы говорите, смотрите, вы влезете в интерпрет и посмотрите. Есть у нас такой голызинский карьер, вот тут проходит. И там люди уже бучу подняли. Вода ушла с карьеры, а там они ныряли, плавают в своих официальных масках. И там оказалось, что в карьере бочки запаянные лежат. Что туда откуналито? Может быть и у нас эта вещь пройдет? Люди все это боятся, понимаете, уже сейчас. У нас в городе, в городе, почти в каждой системе это проходит. Давайте мы немножко остановимся. Вот еще вот это, что мы говорим. Так, Александр Викторович, пожалуйста, депутат как раз того округа, где раз, после них. Значит, товарищи, ну, наверное, моя инициатива личная была, вот, на предыдущей встрече, когда мы встречались с Арёва, я пригласил, значит, Александра Борисовича, он приехал к нам. Значит, мы с ним договорились, ну, береги через, так сказать, представителей, там, Александра Борисовича, что эта встреча будет именно как выездное заседание. Это первое. Второе. Мы не будем говорить о том, что, чего у нас есть. Мы должны решать конструктивно вопросы. У нас много вопросов. Если вот будут такие выступления, то есть мы не сможем именно услышать то, что даже я задал два вопроса. А у нас два вопроса всего, я так понимаю, что основные. Это первое. Значит, вот по карьеру. Я могу это дочитать. Отдохновение техническим проектом разработки и рекультивации с месторожением песков пути 2-2, кадастровый номер, идет согласованным Министерством экологии и природы полиции Московской области от 25 декабря 2015 года. И второй вопрос. Обеспечение безопасных условий проживания жителей поселка Босуника, превышение предельно допустимого уровня жирового воздействия и выбросов отработанного газа транспортного потока, переэксплантация автодороги 4-й категории, полноцепервомайская городского округа Краснодарского. То есть других проблем у вас нет, да? Так что вы видите? Подождите, давайте я еще еще скажу. Вот для того, что если мы сейчас будем выступать с места и говорить о том, что показывают себя, вот какие мы умные все здесь, здесь именно надо нам услышать то, что мы задаем вопрос, услышать, понимаете? Вот. И задать вот действительно по ходу именно этот вопрос. Значит, давайте договоримся сразу о регламе. Если кто-то хочет сказать, значит, просьба только с разрешения Лидии Валимы. Я вас очень прошу, потому что не так часто к нам приезжает именно министр, и мы должны услышать его, понимаете? Если что-то там, ну мы сможем именно вот решить этот вопрос, но только с его помощью. Я так понимаю, что он приехал к нам помочь в этом вопросе. Да, сложный вопрос. Может быть, не все даже он сможет что-то решить. Мы, может быть, совместными усилиями сможем мы свернуть и каким-то образом сделать так, чтобы у нас наша жизнь была комфортной. Вот еще раз обращаюсь, прошу по-человечески. Александр Ильич, даю слово по-каку. Нет, 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 я просто, чтобы добавили туда вопрос о шуме. Но вот каждую ночь, каждую ночь, и сегодня ночью, и каждую ночь, и каждую ночь. Я думаю, что да, и все есть, да. Только с пьючайся, не хаотично это должно быть, а поднятие руки, четко сформулированный вопрос, без всяких эмоций. Я знаю, что, я рядом там живу, 300 метров, и я знаю, что это такое, что такое шум, что такое езда машин. Мне это знакомо больше всех вас здесь не будет. Ну, конечно, мы его здесь не будем, и мы меньше вас знаем. Так, пожалуйста. Я прошу, подпишите, 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 подпишите. Значит, товарищи, мы приглашали только именно по карьеру. Никаких вопросов, ни мусора, ни это, только карьер. Вот давайте решим один вопрос. А что же вы подавали тогда, по карьеру-то, когда вы по царю задали? Тогда приглашали только по царю. Давайте послушаем вам ответ. Скажите, пожалуйста, поднимите руки, кто по царю приехал. Спасибо. Давайте мы по тому, с каким вопросом мы пригласили. И по первому вопросу у нас идет знакомство, однокомление с проектом, с техническим проектом разработки и репультивации. Я слово предоставляю матери по Александру Александровичу, консультану Министерства экологии и природопользования Московской области. Так, ну, хотел бы начать с общих вопросов, а потом подойдем к проекту. Значит, как вы все знаете, у нас основная задача, одна из основных задач, это развитие транспортной инфраструктуры в области. И, значит, вблизи Красноармейск, вообще, через Пушкинский район у нас строится третий пусковой комплекс «ЦКАНР». Вот, значит, необходимый объем песка по этому проекту. Видите, что он очень колоссальный. И мы стараемся обеспечить это строительство качественным материалом по приемлемым ценам, то есть с небольшим плечом доставки, чтобы это было более выгодно, чтобы соответствовало проекту. То есть, ну, другая, чтобы меньше тратилось наших налогов, наших денежных средств. Значит, вблизи Красноармейска у нас имеются три лицензии. Значит, вблизи останком это федеральная лицензия. Там, в принципе, песок практически в малых количествах приводит для строительства. Вот. Строиндустрии ДКС, они запасы отработали на данный момент, сейчас проводят их активацию. И, в принципе, один из поставщиков, тут выбора нет, это вот группа компании «Стоун», это вот путиловский кольер, по которому всем здесь один из вопросов. Значит, данная карьера находится на землях промышленности. То есть, выбор исходил из того, что по возможности не затрагивают лесные массивы, сельхозсубодие, потому что... У меня просьба, выступления будут только после того, как вам представят. Сначала давайте выслушаем. Вот. То есть, оценивались факторы возможности размещения, и был выбран этот вот объект. Значит, по поводу рекультивации, по поводу дороги. Значит, одна из проблем сейчас, которая есть, это подъезд к этому объекту. Потому что, как вы уже говорили, единственная дорога, которая узкая, которая идет рядом с домами, она идет через деревню. Вот. Альтернативной возможности проезда найти не представляется возможным, так как окружено все лесом, другими населенными пунктами, железной дорогой. То есть, проложить в другом месте возможности дороги нет. Вот. А если даже попытаться, она будет увеличиваться расстояние, затрагивать намного больше населения, намного больше населенных пунктов, и плюс это будет удорожание строительства дороги, которым мы должны построить срок. Перейдем к проекту. Значит, рекультивация карьера у нас идет под сельскохозяйственное назначение, то есть, поле будет приведено в первоначальное состояние, будет рекультивироваться друнтами, скажем так, порой, и будет засыпаться до дневной поверхности. Дальше будет наноситься почвенно-растительный слой, и будет, значит, высадка многолетних травм для укрепления этого ПРС. Вот. Значит, срок отработки карьеры до 2030 года планируется, но основной, основной сейчас, скажем так, поток отравленных машин будет сейчас, потому что придется строить из ТОЦКАД. Как только этот объект будет закончен, соответственно, транспортный поток будет уменьшен. Вы закончили, да? Пожалуйста, у нас присутствует главный инженер о группе компании СТО, Анчаков, Сергей Николаевич. Пожалуйста, Сергей Николаевич. Вопросы формулируйте, и после выступления будем задавать. Пожалуйста. Пожалуйста. Некоторые вопросы, которые были заданы, я сразу могу ответить. В том числе и фотографии, которые были представлены по безопасности движения. Буквально, наверное, завтра будут выставлены дорожные знаки, так как мы уже наказаны органами ГИБДД за указанные нарушения. Соответственно, завтра будут знаки, будут созданы условия для безопасного движения. По поводу шума предлагаю сделать какую-то независимую экспертизу. Потому что я не думаю, что в районе первых домов города Пасноармейска слышно, как работает спецтехника. А как ездить по дороге слышно? Вы послушаете, когда они бьют? Мы сидим, вот такую ночь мы сидим, сидим, выходим и сидим. Почему? Потому что мы спать не можем. Нам всем работаем. Всю ночь они должны. Послушайте, у нас работа проектом ограничена с 7 до 20 годов. Вы не обманывайте, вы если там не бываете, вы не знаете. Мы там живем. Уважаемые жители улицы Папомайской, секунду подождите, пусть человек наговорит. Если есть какие-то конкретные факты, вы можете их предоставить. Ночью приезжайте, на вот этот пауру, на вот этот пауру с дорогой, заезжают машины и по ним этот хреновый экскаватор вот так, по кузовам должен. Зачем это делать? Он на округу, на весь город ждет. Мы сейчас снова будем в сторону. Представляете, какой мы плюс делаем этим товарищам? Они не отвечают на мои вопросы. Я повторяю вопрос. Значит, есть ли у вас проект добычи песка? Первый вопрос. Второй. Есть ли у вас проект рекультивации, и его чтобы можно было потрогать, пощупать? То есть, вот то, что говорили, это не по теме. Проект есть, безусловно. Какие его можно посмотреть? Вы должны были принести сюда этот проект добычи песка и проект рекультивации. Вы знаете, без этого вы не имеете права даже делать скрышные работы. Мы можем встретиться с вами, вы ознакомитесь с проектом. Значит, я хотел бы, чтобы вы ознакомили всех, понимаете, вот всех, жителей, вот инициативную группу, чему сегодня не принесли? А для этого жители... Вот скажите, за номером какой, где у вас, когда он именно зафиксирован на эти проекты. Вот скажите, пожалуйста, про это. Вы успеете заняться, если потом выключите? Сергей Николаевич, мы просили, и в письме было четко указано представить утвержденный проект разработки и рекультивации. С кем он согласован и кем утвержден. И мы именно хотели этот проект увидеть, и думали, что вы нам сегодня его представите. В письме это четко было, просьба изложена. Ну что ехали? По поводу проекта, не знаю. В любом случае, вы должны были приехать за с вами на тупик, но вы знали прекрасно. Нет. Вы не отдавайте эти вопросы. Я вам могу показать копии. А кто лицензии? Пожалуйста, так вот, чтобы границы вылищены. Подождите по границам. Разрешите, я скажу. Разрешение этого проекта. Дело в том, что онлайн с представителем Министерства экологии природопользования Московской области. Значит, мне уже был задан вопрос по поводу проекта репортивации и все остальное. К нам 15 июня выезжал из инспектор Министерства экологии природопользования из управления СССР. И по тому обследованию, которое провел он по трем карьерам, я получил письмо от 6 июля этого года. Я зачитаю это в самый конец. По факту нарушения природоохранного законодательства Министерству возбуждено дело об административном правонарушении. Ведется административное производство, в результатах которого будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Это относительно группы компаний СТОВ. Почему? Потому что компанией проводятся скрешные работы в районе горного отвода, добыть при этом песчано-брутовая смесь вывозится и складывается в районе, где получатся. На момент досмотра разрешительную документацию на работу ООО группы компаний СТОВ не представлено. Это инспектор. Это как вы прокомментируете? На момент проверки инспектора действительно были вносились изменения в условиях использования, в лицензии. И на тот момент мне не повозилось, скрешные работы велись, но факта вывоза не было сфиксировано. Я при этом присутствовал, машины стояли, 15 машин стояло туда, потом этих машин назад уже их не было, а экскаваторы работали, они вывозили в рун. Поверьте, я их сфотографировал и съемки, именно 15 июня, а я-то письмо получил, 6 июня, сейчас идут вовсю работы, скрешные, то, что вы сейчас видите, как объяснить. На момент проверки вывоза не было, факт добавить. Так, у нас присутствует Космонев Андрей Леонидов, инспектор Министерства экологии и природопользования Московской области. Мы предоставляем условия. Здравствуйте, еще раз представлюсь. С вами Андрей Леонидович, заместитель заведующего отделом Государственного экологического надзора Северно-территориального направления, Управление Брестнадзором Министерства экологии. Какого-то письма, которое вы сейчас зачитали, выяснили, что действительно была проверка, действительно проверка была связана с обращением жителей, выезжали, в том числе с привлечением жителей для объективного рассмотрения обращения, для того, чтобы полностью изучить проект документацию и соблюдение проводимых работ требований природоохранного законодательства, было возможно административное дело. Административным делом было установлено, что есть нарушение, а именно отсутствует корректировка согласованного проекта. По данному факту, у ГКС было привлечено к административной ответственности, с выдачи представления на устранение военных нарушений. По проекту. Кем он утвержден, с кем согласован, если он действительно есть. И проект разработки, и проект репультивации. Технический проект разработки репультивации согласован Министерством экологии и распоряжения 25-го, 12-го, 2015-го. Кем? Кем подписаны? Согласован Министерством экологии и распоряжения. У нас проект согласован Министерством экологии и распоряжения. Кто? Согласован Министерством экологии и распоряжения. У нас распоряжение 952. Уважаемые друзья, уважаемые жители, есть предложение, что мы можем даже решение записать, что компания «Стон» в течение недели предоставит администрацию такую копию проекта или в электронную неделю? Запишем? Уважаемые, давайте по порядку. Я вижу все руки, кто поднимает, иначе мы просто это превратим в общий камп. И все. Пожалуйста, Александр Борисович. Спасибо за предоставленные слова. Я просто попрошу видеосъемку завершить, если это возможно. Нет. Общих собрать их нет. Товарищи, если это даст нам решение вопроса, то... Не даст. Потому что они понимают, что они думают, что они делают. У нас сейчас работают человек из дискомпании «Стон». Это очень нужные факты. И нам нужны видеофакции. Как бы они... Что вы не понимаете? Все, что его дознает, это снимать можно. А все, что его... Изображает. Это снимается. Так, мы можем здесь сейчас как можно обсуждать. Давайте, проблема ясна, да? По первому вопросу, какое заключительное слово в любом случае мы должны быть, поступило одно предложение. У меня просьба была в начале и сейчас. Давайте работать конструктивно. От того, что мы будем сейчас кричать, проблема есть. Мы все ее знаем. Мы знаем, что жители Первомайска задыхаются от газа. Мы знаем, что они шут, что расстояние, вы это видели, до заборов составляет буквально 5-7 метров, причем с двух сторон. Проблема идет и нарастает, нарастает и нарастает. Поэтому от того, что мы сейчас еще 10 раз повторим эту проблему, пока ничего не изменится. Поэтому давайте все-таки конструктивно предложение. Я не знаю, насколько принципиально выключить камеру, пока будет говорить министр галоги. Да, вопрос не в этом. Вопрос в том, что даже в законе о СМИ написано, что человеку можно снимать с его разрешения. Я в данном случае был не против. Я хочу вам сказать, что в Царево меня снимали на протяжении 3,5 часов. Валентин Владимирович, вы уже по такому сказали в Киевску все. Да, вы уже выступали достаточной. Достаточно, вы уже выступали. Елена Васильевна, пожалуйста. Елена Васильевна, пожалуйста. Это проблема у нас не первый год. И до тех пор я просто с уважением отношусь к общественной палате, невзирая на то, что я там консультационный эксперт, не член общественной палаты, но с очень большим уважением, что этот вопрос все-таки смогли вынести и смогли поставить его так, как он сегодня стоит. Потому что вывоз песка начался еще в последний год, когда был губернатором Громовым. Я этим вопросом занималась очень плотно, учитывая, что я была замка общественной педушкой. Мы во все инстанции пытались лицом вместе с главой, вместе с председателем Совета, вместе с депутатом. Но до того, как мы в мёртвой точке, мы это не могли. И сейчас делать лиц, и говорить о том, что вы только сейчас подготовили документацию, что только сейчас у вас подписаны все там акты и все прочее, что только сейчас вы собираетесь устанавливать знаки на Первомайске, когда там люди жалеют, не только просто, но и дети. Вы побыли в этом день там, постоянно на Первомайске. Сколько раз обращался к вам, сколько раз обращались все, и только сейчас этот вопрос примутся с другой точки. Я хочу сказать, что я полагаю. Вот все хотят сегодня сказать, но, наверное, не надо сейчас устраивать вот бурное такое обсуждение, дать возможность услышать одних и вторых и дать поручение, чтобы все-таки этот вопрос сдвинуться с вами. Спасибо. Депутаты у нас и глава города, наверное, все мы будем заниматься этим вопросом, потому что вопрос – это один из важных вопросов для жизни города. Так, у кого есть ещё конкретное предложение? Или мы перейдём к... Пожалуйста. Как же вопрос? Я с вами субтитров Виктория, я проживаю ни в Тимово, ни в Аркулах, ни в Академе, я с карьерами проживаю в Северцарёвом. Так вот, одно из конструктивных предложений – это первое, нужно услышать жителей. То есть, чем они недовольны конкретно. И, возможно, я во время публичнослушания, когда обсуждался вопрос о переводе земли под недропользование, я стала советом компании «Стол» и следующий вопрос – готовы ли они разместить в жизни тот ущерб, я имею в виду материальный ущерб, который они понесли в связи с разработкой этих карьеров. А, например, есть такая практика, когда земли изымаются в государственных каких-то нуждах, например, для строительства, Раскады или каких-то других объектов государственных, а жителям компенсируют некие потери, которые в связи с этим не будут. Возможно, одним из предложений могло бы быть предложение материальной компенсации жителям того ущерба морального и материального, который они несут в связи с вашими разработками. Поскольку вы получаете доход, который немаленький, в том числе, который идет, всем это известно, за границу, поскольку одним из участников вашей компании является офшорная компания. Далее непонятно, как вы вообще могли получить какие-либо решения на разработку, поскольку все-таки так или иначе это государственные какие-то должны были быть аукционы или конкурсы на проведение подобных работ. Другой вопрос, проводился ли подобный аукцион или конкурс, поскольку иностранные компании никаким образом не могут участвовать при проведении подобного рода заказов, при размещении такого рода заказов, только компании с полным государственным, полным российским капиталом, не важно, частным, государственным, российским капиталом. Вот у меня такое предложение, считаю его достаточно конструктивным. Материальная компенсация. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, можно писать. Женщин там сзади. Вопрос, пожалуйста. Говорили, вопрос задавали. Кто подписал этот проект? Вот мне пришел ответ. И подписано это, что согласно техническому проекту разработки или конкурсативации участка нет, вместо назначения Бутилова-2 в Курченском районе Московской области, согласованное с прорежением Министерства 25-12-2015 года за номером 950 РЭЭМ о согласовании технического проекта разработки. И подписано начальник управления Государственного экологического надзора Костюм. Это первый вопрос. И второй. Скажите, какие вы нам поставите знаки? Ознаничения. По скорости нам не нужно. Знаки будут установлены согласно проекту строительства гнездной группы, то есть на период, когда мы будем это покрывать асфальтом, привыкание к дороге. То есть это временные знаки. И единственное, что постоянный, останется знак привыкания к второстепенной автодороге. А тоннажность? Тоннажность. Дорога рассчитана на 6 тонн. Есть грузинки полные, 25-30-28 тонн. А то и вообще трехосевые. Так, мы с вами перешли уже про печень и картофельки. Вопросы. Нет, нет, сейчас на картофельке. И попробуйте, как мы там живем. А как же, как мы там живем? Никулина возила, Кутилова возила. Ну, это было терпимо. Вот у меня шумы смиряли, шумы. Это, станции реакции. Вы превышены. Это было в тельдарном году, когда те возили. Но там не было вот этих больших грузов. А сейчас они идут потоком. Они идут потоком. И тяжелее не делают. Мои с поварающими. Так. Значит, если позволите, мне просто был задан вопрос, какая норма статьи конкретного закона запрещает снимать, опубликовывать изображения. Без согласия гражданин. Значит, я говорю, статья 152, дробь 1, гражданского конкурса, предусматривающая охрану запрещения гражданина, без его согласия, предоставление фото в виде материала для обработки. Это индивидуально. Вы не будете осуществлять. У меня в своем руке. Ларина Юрьевна, пожалуйста. Если Александр Борисович просит съемки, вот, большой вопрос. Лично его не снимать. Вот лично его не снимать. Если он не хочет, он его снимает, его не снимает. Я хочу, чтобы нас всех снимали. Все другими не можем. Я могу вам почитать, поставьте сюда. Да хватит уже. Да, Валерий Владимирович, прекращаем эту дискуссию, потому что это... Вы не сомнились за долгое опоздание. Валерий Владимирович, все. Все. Я приношу извинения за опоздание, и я виноват в том, что я опоздал. Поддержите. Да, а на вопрос, что будут отвечать. Успокоились? Пожалуйста, вопрос. Да, у меня не вопрос. У меня продолжение. Александр Борисович, вот, набросились на него. Ведь вы же нормальный, хороший боец. Как бы права дочеков отстаивали со своим коллегой, на борьбе Александром Алексеевичем. Прекрасно. Поэтому дайте возможность Александру Борисовичу восстанально вникнуть в эту проблему и заняться этой решением. Да, ну, вопрос не поддержитесь. Вопрос, я извел свое желание, я же приехал сюда общаться. Я приехал сюда общаться. Общаться достаточно откровенно. Я же откровенно отвечаю на все вопросы. Я ей сделал только одно свое желание. А наше желание? Я готов на все желания и на все вопросы ваши ответить. Подробно. Что хотите? Вы хотите, чтобы съемка была. Давайте не смевать. Ответьте, пожалуйста, вы со стороны. Даже тебя полет, полет, полет. Но тогда, когда отвечает, не будет. Надо выбрать. Или у меня отвечает. Мы не услышали ни одного опера. Загните камеру. Камеры в зал поверните. Я предлагаю вот что сделать. Раз так, ну, в общем-то, складываясь, я предлагаю, смотрите, пожалуйста, задайте все вопросы. Все вопросы запишем на видеокамеру. Значит, подробнейшим образом, в письменном виде, вот все, что вы задаете, подробнейшим образом ответим. Вот, если не хватит, еще раз встретимся, выслушаем все вопросы. Отлично, знаете, проще будет с нами разбираться, чем даже видео. Так, давайте мы будем общаться. По крайней мере, те, кто здесь собрался. И выключим камеры. Подождите, подождите. Либо, я вижу вас. Либо. Да, мы прекращаем встречу. Готовьтесь еще на вопросы. Пожалуйста. А если, вот смотрите, как бы, да, я представляю СМИ, газету «Городок», городской СМИ. Если я в своем репортаже сегодняшнего мероприятия, который будет сопровождаться фотографиями, приведу слова уважаемого министра о том, что он не пожелал, чтобы СМИ фотографировали и как бы делали вот какие-то отсюда материалы с этого совещания, то как? Это нормально? Я не против, чтобы сделали материалы, но я прошу эти материалы так ознакомить со мной. Но я, естественно, я не понимаю, или не аккредитовые СМИ на эту встречу. Я не понимаю, где эти материалы могут оказываться и как они будут использоваться. Я хочу навести протокол. Прямо в предварительной службе. Уважаемый коллеги, у меня буквально на маленькой ремарке. Я предлагаю журналистам с камерами сейчас покинуть зал и буквально через 10 минут и буквально через 10 минут Александр Борисович выйдет к ним в коридор, они зададут ему на камеру все вопросы уже как. Он ответит. Обозначат свои сети, что погоди армии сезонам, для кого больше. Нет, 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 нет. Ладно, нет, подъема. Если нет, нет, нет. Если нет, нет. Если нет, нет, нет. А вы, да, я разница. Честно, я обращаю. Нет, нет. Почему? Вы знаете, вы знаете, вы знаете, у нас собрание, вы сидите в нефтоле, что мы вам пришли, а если вы слышите, то, что вас слышит. Совершенно верно. Что у нас, почему-то верно? Он потом будет вытекать. Он разъемок разрушил. Он ничего не услышал. Вы знаете, иногда бывают такие вопросы, которые не хотелось бы, наверное, чтобы слышали остальные вопросы. Я хочу сказать, что вы понимаете, не все в нашей жизни так все просто. Мы пришли для того, чтобы решить вопросы, правильно? Знаете, не надо меня защищать. Дело в том, что я не против, чтобы снимали все на видеокамерах. Я против того, чтобы интерпретировать то, что я говорю, и использовали в своих целях. То есть они как бы должны дать слово, что они будут? Не так. Не надо никого слова давать. Не надо. И в данном случае я попросил о элементарном вопросе. Пожалуйста, на аудио записывайте. Аудио является протоколом. Поставьте диктофон, записывайте все абсолютно встречу, абсолютно все встречу. Используйте потом как протокол, как доказательство, как подтверждение того, что были заданы вопросы, полученный ответ, либо устраивающий вас, либо не устраивающий вас. Я же не против, пожалуйста, включите. Так, товарищи, ну здесь получается как? Я думаю, что... Да, не снимайте его. Я думаю, что разведники камеры у нас не снимают. Александр Борисович! Но мы сейчас с ним разговариваем не как с Александром Борисовичем Хопом, а как с министром и того. Поэтому документальная съемка в полном объеме может быть и сложной. Ну что вы, Александр, если не видите... Дело в том, что вы понимаете, здесь... Вы знаете, я, в общем-то, за решение вопроса любым способом. Я уже не говорю. Потому что... Нет, я не говорю, чтобы мы услышали то, что мы задаем вопросы. Уважаемые участники нашей встречи, в ходе подготовки поступили следующие вопросы. Ну, первые два проекта, вы это видели. Третий вопрос. Разработки проекта «Культивация карьера». Ну, тоже самое, практически. Четвертый вопрос. Соответствие федерального закона 257 УПЦ об автомобильных дорогах по дорожной деятельности Российской Федерации и о внесении изменений в отдельное законодательное НАТО Российской Федерации движение чешновестных и или крупноговорительных транспортных средств без специального разрешения на движение по автомобильных дорогах тяжеловестных и или крупноговорительных транспортных средств не допускается. Ответ Министерства транспортно-дорожной инструктуры Московской области от 10 июля этого года. Специальное разрешение на движение по городу Красноармейску не выдавались. И вопрос звучит так. «На каком основании тяжеловестные и транспортные средства движутся по дороге по улице Первомайской города Красноармейска?» Пятый вопрос. Государственный контроль за соблюдением нормативно-правых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения при перевозке грузов осуществляет Государственный инспектор безопасности дорожного движения МВД России. Почему он обездействует при явном нарушении законодательства? Почему Министерство экологии и природопользования Московской области, выдавая лицензии на разработку карьеров, не согласовывает эти вопросы с профильными министерствами? Шестой вопрос. Вблизи с разрабатываемым карьером расположен на золу номер 4, обеспечивающий водой с южную часть города. Первый заместитель министра экологии и природопользования Кириллова в своем ответе уверяет, техническим проектом вскрытие водоносных горизонтов не предусмотрено. То есть, при соблюдении проектных решений, учитывая, что ниждлежащие водоносные горизонты защищены с полюбин, разработка месторождения не должна вызвать загрязнение и источение подземных вод. Что за подходы к жизнеобеспечению жителей города, если будут соблюдены и не должна? Почему, прежде всего, не приведена геологическая и экологическая экспертиза? Кто осуществляет контроль в соблюдении проектных решений? Кто будет отвечать, если город останется без воды? Вот эти предварительные вопросы, которые поступили в ходе подготовки к нашей встрече. Конечно, хотелось бы эти ответы услышать, но у нас создалась такая конфликтная ситуация, когда, используя свое право не давать разрешения на съемки, у нас Александр Борисович против присутствия камер. наше стремление все-таки с помощью нашей компании телевидения, здесь присутствуют причем ответственные за это люди, показали нашим жителям ответы, за чем мы проводили сегодня встречу. Поэтому мы и сейчас должны принять какое-то решение. Так я готов на камеру ответить, пожалуйста. Давайте я сейчас на камеру отвечу. Елена Волочина, я корреспондент из Новсульского международного телеканала «Франсовое сечение». Я куплю репортаж про полигоны, про экологию, про проблемы с передоводкой мусора в Москве и Московской области. Мы сегодня утром только готовили вам официальный запрос. Мы успели прислать, вот нам из группы прислали информацию, что сегодня такое мероприятие по поводу закона, который был бы минулено совершенно верным. Отвечу на все ваши вопросы. Да, просто мне тоже интересно просить Василию, поскольку это публичная реакция. Отвечу на все ваши вопросы. Ну вообще, они же не платеют вопросами. Задавайте. А почему они должны задавать? Не хотите говорить, да? Задавайте. Замечательно. Извините, пользуясь затишем, да, не хотел я свою царевскую реплику повторять. Вы понимаете, все понимаете. Кто был в Царево, да? Я сказал, Александр Борисович, прекрасно владеет территорией. Ой, аудиторией. Прекрасно. Мы сидим полтора часа, так же как в Царево. Вот хватит за то слово. И уводит людей, и уводит людей. Ну все сказали, депутаты сказали, выключите телевидение. Может нам вообще уйти, Александр Борисович? Может нам? А я еще раз повторю, для чего я сюда пришел. Я пришел общаться с вами. Ну. Я готов ответить на все вопросы. Народ ответил. Я готов ответить на все вопросы. Я готов ответить на все вопросы. 27 тысяч жителей на работе. Они хотят увидеть телевидение. Я прошу вас обратить внимание. Все, что касается по Царево. Я хочу еще раз. 1 октября текущего года Царево будет закрыто. Я не говорю Царево. Я не говорю Царево. Я на ваша повея ликую. В соответствии с получением правильной репутивации Царева будет сделан в течение 3-4 месяцев. Поэтому, по большому счету, я очень подчинен, что вы оценили наш труд, потому что все, что мы обещали при встрече с жителями Царева, мы все выполним обязательно в срок, так, как обещали, не нарушив ни одного обязательства. Я вам четко сказал, что полигон Царева тогда будет закрыт до конца года. Сегодня мы определились с конкретным сроком. Это 1 октября текущего года. 1 октября 2017 года полигон Царева будет закрыт. Дальше будет определена организация, которая эксплуатирует этот полигон, но не та, которая сейчас на нем находится, потому что, как я вам и говорил, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В связи с грубейшими нарушениями, значит, я не просто это говорил, это даже на видео отснято. Есть подтверждение этому. У этой организации будут до логического завершения доведены все процессуальные моменты. Будет назначена другая организация, кто будет содержать полигон до его рекультивации. Но полигон не просто будет закрыт, а будет подготовлен проект на рекультивацию и будет рекультивирован. И все негативное воздействие, которое сегодня имеется в Кушкинском районе по отношению к полигону, полностью будет ликвидирован проектом рекультивации. А можно дальше по карьерам тогда? У нас карьер в Останкино, да, карьер в Путилово, три карьера фактически там сейчас получается, если вы проедете, посмотрите. С одной стороны и с другой Путилово атаковали. И следующий у нас в Никулино карьер. Вы там были в Никулино в карьере? Вот тоже по рекультивации. Мы вот сейчас посмотрели фотографию Никулинский карьер, вы знаете, что туда ночами тоже завозят мусор, но сверху засыпает его быстренько песком. Потому что люди, я так обращалась, говорю, ну вы постойте, как мы, и вы все увидите, и все снимете. А про царев мы говорить не будем, потому что реально люди боятся остаться без воды. Четыре режимных предприятия. Александр Борисович, если я вам тогда еще сказала, если бы не надо было выступить, я выступила бы на сцене. Я обращаюсь к вам. Он не слушает. Как владеет этого не так? Вам владеет за собой. Прекрасно себя ведет. Я вас прекрасно слышу, вы говорите. Вы меня слышите, но вы не услышали меня. Я вот стяжу полтора часа, я слышу карьеры, слышу дороги, машины, оси и все прочее. Я ни разу не услышала. Люди, народ, люди. Я благодарна Лидии Владимировне Грибковой. Вообще вам низкий поклон, что вы первые отреагировали на наши. Благодарна депутатам Красноармейская, потому что пушкинские депутаты отсутствуют полностью, а царевские, извините меня, они вообще я не знаю где находятся. Они занимаются вот разработками карьеров, предпринимательством, там все завязаны, построение складов и всего прочего. Им некогда заниматься депутатом царевским. Александр Борисович, я хочу услышать, что вы как эколог для народа делаете вот для 27 тысяч города Красноармейская и 6,5 тысяч царевского поселения. Что вы как эколог главной Московской области сделали для людей. Уважаемые встречи. У нас так получается, что встречи не получаются. Поэтому давайте решать. Либо мы продолжим общение без дивидий. Стоп! 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 А у вас телекару он еще? Давайте сделаем таким образом. Значит, у меня, во-первых, есть претензия к организации, которая сегодня должна была по... Вы хотите вопросы задать? Зачем вы отвлекаетесь? Артили! Артили! Перестаньте уже что-то там. О, кармель! Значит, дело в том, что я ужасно недоволен тем, что сегодня организация не подготовила ответы на те вопросы, которые вы ставили. Когда я их слушал, они пришли даже без подготовленной презентации. То есть любой проект — это достаточно много ступеней разработки. Был четкий задан вопрос жителям. Покажите, пожалуйста, проект. Проект должен быть согласован. У проекта очень много этапов согласования. Не только одно министерство. У нас существует Роспотребнадзор, у нас существует Росттехнадзор, который делает геологический отход земельного участка и соответствующие все согласования должны быть. Существуют другие органы власти, которые согласовывают за ответствующий проект. То есть вы должны были представить проект, вы должны были его презентовать, вы должны были рассказать, на сколько лет он рассчитан, на какой лимит добычи, на какого качества весов. И самое главное — какая мотивация. То есть что собирается делать после того, когда карьер полностью будет, когда карьер исчерпает свои запасы. То есть вы должны были сделать презентацию. Когда вы встали, первый вопрос, который я вам задал — где документы? Первое. И второе. Есть ли у вас понятная, доступная презентация для людей? Если вы не способны это сделать, мы это сделаем сами, без вас. А вы в праве остановить работу, на которой нет проекта? Мы в праве остановить вопрос, на котором идут работы, карьеры, если есть нарушения законодательства. Так, нарушения законодательства. А я не могу сказать, что женщина выступала и говорила как раз по тому, что это за компания. Давайте сначала начнем. Как эта компания появилась и как она вообще здесь оказалась? Вот у меня здесь подборный материал, что группа компаний, стол, подтверждена, что первая компания учреждена. А вторая компания — Московия. Это компания Московия, юридическое бюро, само учреждено на Киеве. Вторая компания — Назоварьки Губы. То есть, в основном, выкидали 10 тысяч рублей, в основном капитал. 17,5% Московия имеет. Вторая компания имеет 17,5% бюро, юридическое бюро. И здесь компания 60% у того капитала. 6 тысяч рублей. Можно на Веринский контракт находится. А теперь вопрос. Вы говорите про рекультивацию. Да не верю. Не верю. Почему? Потому что сейчас уже 100 компаний, которые у нас работают... ...согровопривод. То же самое происходит. Они сейчас... ...состоянные вопросы. И кто там ничего не делает? Вы будете представлять другую компанию, где бюджет за стол федерального не дадите, и выливать, для того, чтобы рекультивацию проводить. Потому что здесь никто не сможет это сделать. То же самое и здесь. И у меня еще вопросы. Скажите, сколько будет времени строиться? Уважаемые, давайте не все сразу дайте Александру Сергеевичу закончить, и потом ваши вопросы. Александр Сергеевич. У кого нет? У меня есть проект. У меня есть проект. У меня есть проект. У меня есть проект. Компания, которая занимает эксплуатацию этого проекта, они дали нам проект. Они дали нам проект. Мы были в областной думе. Попросили, они дали. Это компания. Эта компания находится уже сколько вы здесь? Сколько вы здесь? Сколько вы здесь? 15-го. Два года. И два года мы пытаемся добыть, что мы причинами должны все вытаскивать. Если вам нужен проект, если вам нужны характеристики проект, если вам... Вот у меня папка. Послава минутная. Восемь писем. Предыдущий совет писал. Предыдущий совет писал. В 15-м, в 16-м. Сейчас мы пишем. В 17-м году то же самое идут от писки. Вот господин космолёт Андрей Леонидович, который тоже самое. Я могу привести то письмо, дословно не хочется, а то письмо. Значит, которое вы лично как будет. И утверждает о том, что у нас нет, значит, утверждённых границ по зонам, сенитарно-защитным водозапорным узлам. Вот оно. Просчитано в 15-м году запросить. Дадим? Я сам лично занимался. При оформлении лицензии у нас здесь зоны и первая, и вторая, и третья. И в третьей зоне что должно находиться? А зона? Третья. 5700 с лишним метров. Первая зона. То есть 549 метров. И первая зона. Зона строгого режима. От 130 до 84. 400. А вы отсылаете нас на то, что у вас нет документов. Поэтому я... Я не могу скорректировать. Вы, наверное, ошиблись. Просто чтобы у людей в голове осталось. Третья зона – больше километров. Вторая зона – больше 300. А первая – это вообще не более 100. То есть слабая у охранники первая зона. Вы говорили про первую. Имели в виду третью. И в любом случае не может быть в первую. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. А вы, наверное, не надо. Александр Сергеевич, спасибо большое. У вас, насколько я помню, у вас скважина второй категории. И, если правильно вы сказали, охранная зона должна быть установлена в районе 500 метров. Мы уже показываем вопрос. Далее описывается, как к этой государственной собственности нужно относиться. То есть, если обнаружены месторождения, проводится геологическая разведка. Геологическая разведка показывает запас определенных месторождений. Далее делаются проекты, все остальные процедуры, и устанавливается лимит добычи в год. Дальше про этому лимиту делится равными долями на каждый год, и лицензия выдается к тому завершению добычи в рамках лимита. То есть, если по этому месторождению было разведано 10 миллионов кубов запаса песка, в рамках лимита и добычи определили, что это будет до 30-го года. Далее. Любой проект, который, к примеру, сейчас начал разрабатываться, я сейчас говорю только про федеральное законодательство. Ничего не придумает. Мои слова можете перепроверить. Я могу дать ссылки на конкретный закон, на конкретные статьи. Значит, если объект начал разрабатываться, или обнаружены государственные запасы и поставлены на государственный баланс, они у нас уже числятся на государственном балансе. То, если проект просается, завершается, консервируется, с этим земельным участком, с этим земельным, ничего нельзя сделать, пока не извлечь. Все только после этого можно рекультивировать. Потому что это государственный запас, это государственный баланс стоит. Это касается не только песка, это касается угля, это касается всех месторождений. Да, предусматривается списание запасов. Есть такая процедура, которая позволяет списывать. Но есть четкий закрытый перечень, на основании чего государственный орган может списать запасы с государственного баланса. У нас за всю историю в Московской области это было всего-то важным. Это всего-то важным. Потому что это очень серьезные действия по этому поводу. Поэтому до 30-го года вы задавали вопрос, который связан с тем, что у компании различные учредители, что у компании там офшорные зоны, что у компании там непонятно кем представляется и так далее. Значит, у нас в российском законодательстве есть четкое ограничение наличия иностранного уставного капитала, наличия иностранного уставного капитала, только ограничение для тех компаний, которые входят в стратегические государственные компании, например, такие как «Газпром», «Росгензи». «Росгензи» и по земле, то есть российскую землю... Значит, все, что касается земли, то земля, на самом деле, в рамках действий российского законодательства запрещено приобретать лицам, которые имеют больше 10% 50% плюс 1% в своей собственности. А не там нет такого ограничения, где указано 50% плюс 1%. Теперь по поводу земли и самого карьера, в котором задается вопрос. Значит, вот вы задали вопрос, что мы сделали для Московской области и конкретно для этой территории. Значит, если мы вернемся к презентации, поставьте презентацию нашу. Я просто хочу к вам обратиться, что на самом деле, кто здесь сидит, я думаю, здесь врагов нет. Если мы что-то непонятно говорим, может быть, с не той форой, вы говорите. Ну, потому что вы задали мне вопрос. Что вы сделали конкретно для этого района, вы задали конкретный вопрос. Я все помню, потому что я вас не слушаю, вы, похоже, боитесь. Вы говорите, пожалуйста, не надо. Значит, конкретно для этого района. Нет, мы не будем это говорить. Если бы я болелся, я бы сюда не пришел. Я обращаюсь к вам. Ну, сколько вы зацелили, зацелили. Я не знаю, что вы зацелили. Я не знаю, что вы зацелили. Человек. Что, министрский обеспечен? А у вас президентский вы. Президентский вы? Ну, давайте. Вы продолжайте. Тогда я готов. И, пожалуйста, идем. Что сделано? Вы снимаете карту. А вы говорите, пожалуйста. Почему вы не хотите, что вы не понимаете? Почему вы, извините, почему вы не понимаете? Ну, во-первых, здесь, как организатор, мы не приглашали вас. У нас здесь городские средства. Поэтому мы сейчас против вас. Просто отверните камеру. Наши средства здесь есть. Пожалуйста. Значит, обратите внимание, у нас на сегодняшний день основное планировалось с добычей песка, которая находится практически на реке Песка. Здесь находится основное место место растения. Здесь федерал-будролитетик, там здесь формовочные пески и попутные там есть строительные пески. Так вот, вот это место растения, оно прямо идет по границе леса, которому сейчас больше 30 лет. И там настоящие добротные деревья, которые не болеют. И с чего мы начали, и откуда мы вышли на бутилку с ним. Нам пришла заявка, выдать 52 гектара леса, срубить, для того, чтобы добыть песок и от ската. На самом деле, очень важный момент, о котором не сказал мой коллега, но спасибо тебе, Александр, за докладу. Значит, связи с тем, что для того, чтобы оптимизировать цену на скат, а там с ножом растет, можно брать. Нам необходимо было искать, на первой слайде можно? Нам необходимо было искать месторождение пикетов. То есть, вы обратите внимание, у нас нет скопления, например, там в одном месте. Обратите внимание, как мы искали, но мы ничего не закрываем. У нас на протяжении всего ската идет оптимизация логистических пологов. Почему? Потому что 347 рублей, можете проверить, закуп, цена, которая идет в смесе, уже уложенная. А при добыче эта цена, там зависит от логистики, от 200 до 280 рублей. Если вы посчитаете, я готов разложить всю себе стойкость при вас, в которой на каком расстоянии необходимо добывать, вы поймете, что это был единственный правильный способ выбора соответствующих месторождений. Это была непростая работа, мы этим занимались. Теперь это не проблема с Афтодорой, это сиденье готов быть бюджетными, дорого строить, бюджетные деньги. Это я показал, и у нас здесь скопление, скопление было, и основное, основная нагрузка шла на пятый останутый месторождений, где 52 гектара леса. Значит, нам нужно было решаться, либо рубить лес, либо рубить лес, либо выходить на генерал-путилку, который может свести останутый. Мы тогда приняли компромиссное решение. Если вернитесь обратно, я покажу. Мы приняли компромиссное решение, обратите внимание, здесь можно увеличить и посмотреть. Вот этот участок небольшой, это земля сихозназначение. Вот это вот все, это хороший, непольной, добротный лес. Мы тогда договорились о том, что вот эта вот добыча, которая есть, здесь не в полном объеме, но песка, ездит от того, чтобы поступать от нас, карты будет в первую очередь, и вторая очередь пойдет с пути урок. Но там есть четкие ограничения для того, чтобы не рубить лес, я подчеркиваю. И я первый стоял на том, чтобы лес не рубить. А там под лесом песок, да? Да, там, не просто под лесом песок, там под лесом очень хороший песок. Вы не компрессы нашим выручили. Причем, если ко мне не скажем, это уже давно разведано и уже под это получены лицензии. Я вам по секрету могу сказать всему свету. Эта лицензия опубликована на федеральном сайте. А кем она? Там не срубили еще ни одного дерева. Я сейчас говорю про конкретное месторождение. Я прошу вас, пожалуйста. Давайте мы ее послали. В связи с этим мы попросили принятые решения для того, чтобы дать разработку, для того, чтобы можно было оттуда добывать. Значит, сейчас разговор идет о двух с половиной, о трех миллионах кубов, которые необходимо поставить на сайт. Я понимаю, что это трудности. Я понимаю, что это неудобства. Но я больше чем уверен, что это временные неудобства, временные трудности. Почему? Потому что как только будет запущен скат, абсолютно... Как только будет построен скат, это серьезно разбудит все дороги, это серьезно украсит транспортную инфраструктуру. Люди не будут дышать газами, меньше будет пробок. Огромное количество экологических вопросов будет снято. Потому что большегрузный транспорт поедет по оплатной дороге и поедет под скатом. Большегрузный транспорт. Ему будет запрещено и под скатом, и по валютным трассам радио ездить в определенный период, в определенное время. Большегрузный транспорт. В связи с этим произойдет разгрузка. Поэтому скат – это очень серьезный, важный, государственный проект, который идет по депиле коррекции Российской Федерации. И у нас стоит задача, стоит задача непривиальная. Обеспечить дешевым виском, без посредников, с конкретным собственником, с конкретным методом добычным взаимодействием дорожников, чтобы они смогли получать висок без накрута, по той цене, которую указано в смете. Потому что государство за это платит деньги. И все сметы подтверждены государственной экспертизой. И любые изменения цены могут повести приостановку строительства. Скат должен быть закончен. Во всяком случае, эта ветка, которая будет строиться, костей памяти не изменяет. Это с середины 2019 года. Александр Борисович, теперь вот второй вопрос. Все-таки о том, что отношение безопасных условий для жителей города. Я предлагаю сделать следующее, чем у вас. Я, к большому счету, первое, что уже не услышал, и это очень плохо. Не важно, что там я думаю или что у меня в голове находится, потому что я этот проект могу там знать наизусть. Но важно это рассказать людям. И первое, я предлагаю, встретить еще раз. Во-первых, потому что необходима презентация проекта, четкая, с конкретными... Давайте так, заканчиваем, слушаем, потом ваши вопросы, чтобы мы не чревали. Давайте так, давайте решим. Если презентация проекта не нужна, тогда мы тему закрываем и просто больше этого не возвращаемся. Презентация нужна, и вам, конечно, время смотреть. Все согласны, да? Спасибо. Тогда я предлагаю встретиться еще раз, потому что я думаю, что владелец проекта сделает хорошую презентацию, четкую, доступную. Мы перепроверили, чтобы там не было ничего там лишнего, чтобы все это соответствовало тем бумагам, которые находятся в министерстве. Все эти вопросы мы, к большому счету, готовы будем перепроверить и сделать. Так вот, первое, что я сегодня не услышал, это сам проект. И второе, я сегодня очень вяло увидел, как будет находить комплисивация. Я реально понимаю, что это же будет обратный фасы. Я реально буду понимать, что будет удовольствоваться везет очень угрозный. Я все это понимаю, но я не увидел сегодня это в конкретных разрезах. Я не увидел сегодня четкой презентации, чтобы люди увидели, чтобы не доставить после того, когда карьер будет разработан до конца. Я это не увидел. И думаю, я про это знаю. Надо, чтобы про это знали люди. Я прошу еще, вы сейчас, вот все, кого и желаете, вопросы все зададут. Если вы думаете, что я сейчас скажу, извините, я пошел, вопрос и валится. Я буду сегодня столько, сколько вам нужно. Значит, теперь, что мы предлагаем. Значит, первое, что я в предложении, самое главное, предлагаю, это, я уже услышал огромное недоверие компании, это меня напрягает. Тоже, как у человека, который понимает. Даже если компания будет что-то делать хорошо, если есть внутреннее недоверие, его очень сложно восстановить. Это, знаете, да, у кого, что имя, зарабатываясь угодами, теряется за 5 минут. Если у нас недоверие есть, определенное, то я предлагаю тогда ликвидироваться только следующим. Значит, я же предлагаю создать мониторинговую группу из тех людей, которым вы верите. Значит, в еженедельном режиме встречаться на карьере, определять, какой я объем вывезен, какого качества, с отчетами, абсолютно, пока... А вы уходите, да, давайте задайте вопрос лучше. Я так не могу, пожалуйста, больше. Спасибо вам большое. У меня, даже не вопрос, а скорее всего, предложение. Вы не раз подчеркнули о том, что компания, представители компании СООН не были готовы к настоящей встрече, и от вас поступило предложение встречаться еще раз. Поскольку эта встреча не будет в полном объеме конструктивной, я бы предложила, чтобы компания оперативнее подготовила тот проект, который хотят видеть люди, да, с презентацией, там, с надлежащим выступлением и с надлежащим представлением себя, да, своих работ и перспектив. Вот всем нам будет очень интересно это услышать. А, неким образом, я думаю, что это не совсем компетенция Министерства экологии, да, к сожалению. Тем временем приостановить деятельность компании СООН, да, вот просто приостановить. А, если нужно для этого какие-то структуры подключить, типа прокуратуры, там, каких-то других административных органов, то, пожалуйста. Тем временем она быстрее подготовит проект и будет более, в другой раз более подготовленной, более оперативной. А вы лучше защите время, чтобы все это вместе организовать. И желать, и готовое желание, потому что сейчас очень не трогалось, обожелание организовать эту встречу в выходной день. Поскольку я понимаю, что вы все, как бы, так или иначе, исполнители, да, то есть у вас есть рабочее время, у других людей, которые, может быть, очень приобрели желание принять участие в подобной встрече, нет возможности присутствовать, потому что они наемные, наемные рабочие, работники, да, и не могут отпроситься с работы. В выходной день можно. Всего доброго. Спасибо. Значит, я принимаю все, кроме приостановления деятельности, потому что вы прекрасно знаете, как это делается. И вы выживнули это в своем выступлении, что это не государство. Возможно, не в наших компетенциях. Значит, я вам хочу сказать, что приостановка деятельности только по решению суда. Ни прокуратура, ни полиция не может взять и приостановить деятельность предприятия на основании определенных домослов. Сегодня приостановка деятельности по нашим компетенциям и наркологии делается только в рамках суда, на основании четких жестких нарушений, статей ОАПа. А полиция это может делать в рамках возбуждения уголовного дела с использованием этого земля. Участник как вещдок. Адмистративным это мы, а полиция уголовная. Он говорил, что адмистративные какие-то наказания были выявлены, административные нарушения были выявлены на кассы. Наказывают ли образом штраф в 100 тысяч, ой, сколько, или там, тысяча рублей, 100 тысяч рублей, миллион рублей, какой штраф, чтобы приостановить деятельность. Достаточно ли они законно ведут свою деятельность, чтобы ее не приостановить? За данное административное нарушение кодекса не предусмотрено приостановка деятельности. За данное административное нарушение приостановка деятельности не предусмотрено. Скажем, за такую деятельность предусмотрена приостановка деятельности. Что мне нужно сделать для того, чтобы остановить? Затрудно-экологические нарушения, связанные с загрязнением воздуха. Когда нет, нам нужно питьевой решимой города Красноармейская. Это достаточно будет правонарушения, чтобы остановить, где вода уходит? Но это будет уже поздно. Надо уже подходить. А на воде есть без воды? Это допусты. В газе будет все окей. Значит, давайте мы сделаем таким образом. Для того, чтобы четко сформулировать задачу, мы сейчас все вопросы, которые вы озвучили, мы набрали вам либо депутатам. Они согласуют в течение двух дней, компания готовят презентацию. В течение двух дней компания готовят презентацию и по всем вопросам, которые не обращаются. Итак, Александр, а зачем презентация, если у них не все разрешительные документы? Понимаете? Разрешение о снатуре нет. Технические условия о снатуре есть у вас? Есть. Есть. Покажите. О том, что вы нигде не фигурируете. Границы карьера у вас установлены, границы участка установлены. Вот образование. Границы установлены. Закансование проверки. Да, не так качество у нас. А там уже у нас. Посмотрите. Закансование проверки. Значит, что я предлагаю. Я задаю вопрос, что я предлагаю. Я предлагаю смотреть неторминговые группы, которые в жительном режиме будут встречаться на данном объекте, смотреть объем марафон, который они проводят, песок, все мероприятия, связанные с финансовыми работами, имея с ввиду налоги, неналоги, и так далее, в случае, если там они как-то хотят, чтобы вы понимали, что комприятия работают честно, платят все налоги. Бюджет. В чьей бюджет? Вот суда у нас. Значит, у компании рассмотрена... Уважаемые участники встречи. У компании рассмотрены несколько видов налогов. А все виды налогов я могу вам сказать. Для вас интересует, что это только местный бюджет. Местный бюджет, подавленного тех людей, которые там работают, идет местный бюджет. Экологический сбор частично идет в местный бюджет. НДП идет в область. В большинстве случаев и совсем немного идет в местный бюджет. НДП – это те налоги, которые подначатся в местный бюджет. Еще прибыль. Компании, которые показывают местный бюджет, часть тоже прибыли, не вся прибыль. Часть прибыли идет. Потому что она регулируется, то есть 5% будет федеральный бюджет, большая часть... Александр Борисович, нас не очень это волнует, потому что это находится на пути в Сурголе, и все налоги идут в бюджет Пушкинского муниципального района. А в Саратане будет у нас город Сосновейск, поэтому в нашей встрече, в следующей, очень нам все-таки интересно, какие меры будут приняты для того, чтобы ограничить улицу Первомайскую жителей от заказов, которые стоят и идут просто от шума, потому что 5 метров от дороги. И я не знаю, кто возьмет для себя вот эти расходы, я думаю, все-таки должна быть... Если вы... Что он взять на себя эти расходы? Вы мне дадите еще буквально 3 минуты? Так, конечно. У вас вопрос такой. Я предлагаю рассмотреть возможность убрать шумных туманов, если это возможно. Экраны, точнее, если это возможно, потому что все-таки там расстояние 2-6 метров, и до жителей должны высвозить смазы. Но если они будут прозрачные, я думаю, что жители только за... Я думаю, что такие шумовые экраны мы можем тоже рассмотреть, рассмотреть, уже не все соответствующие предложения. Дальше облегчение скорости машинного транспорта и закрещение движения машинного транспорта в определенное время суток. То есть установим конкретные знания. Значит, дальше мы ставим контроль, чтобы понимали, что машины не будут превышать. Почему? Потому что в каждой машине, которая идет, в рамках седро-тифлического заговорачивания, должны превышать определенные ламажи. Если не превышать, то крупные штрафы, которые идут в муниципальный бюджет в том числе. Ну опять в муниципальном бюджет не нашел. Дело в том, что наша дорога, это черная категория. Она вообще не соответствует... Дальше мы предлагаем видеокамеры установить как на карьере, так и на подживании дороги. Вывести это на сайт администрации. И чтобы люди кизили в режиме онлайн, что происходит на этом карьере, сколько машин езжает, сколько выезжает, чтобы они видели, что происходит на дороге. То есть на движении всей дороги установить камеры. И эти камеры вывести в режим работы, в режиме онлайн, на сайт. Это мы предлагаем сделать тоже. Ну и, как я сказал, самое важное, подумайте, это мониторинговая группа, которая, по сути, может четко контролировать все, что происходит на этом карьере и в рамках нормативных документов самой компании. То есть мы попросим, чтобы совет директоров такое решение принял, чтобы доступ к мониторинговой группе был в любое время на этот карьер. И еще, подходит мне дом, пожалуйста, я живу в пяти метрах от вашей дороги. Сюда мной проходит труба газовая, высокого давления. Дом без конца идет вибрация. Ко мне в спальню залетают ваши шумы. Идите хоть на пять минут, просто постойте. И что с вами будет? Мы все стали психами, ненормальными. У нас в соседнем доме просто восемь детей, инвалиды группы. Там первая, вторая, третья. Можно вам еще понять? Можно? Секундочку, я понимаю, что... Знаете, я хочу понять. На самом деле, газ с высоким давлением проходит под вашим домом? Да. Врядом, врядом. Слушайте, я обращаюсь к главе города. Что? Это категорически запрещено. Закон. Дерево, что произойдет. Прочит, нужна проверка. Ну что? Не выкупать грязь, не выкупать грязь. Не выкупать грязь. Не выкупать грязь. Вы что делаете? Делайте. Вы что делаете? Человек живет на грязь высокого давления. Да. Выкупать грязь. Горда. Да. Успокойтесь. Успокойтесь. Семь. Газ высокого давления, коллеги, я хочу просто красиво обратиться. Газ высокого давления, это 400 метров. Вы знаете, законов стоит. А что, где в сторону? Это 400 метров. Охранная зона, там ни в коем случае нельзя лучше строить. А почему вы не там делаете? Можно ездить, раз, выкупать грязь. Но сначала, потом расстроены, к разуму и ресторанам. Вы что делаете, должны перенести. Для удовлетворения, для удовлетворения, для удовлетворения. Там нельзя вообще, не дают, что это произойдет, это 6 раз. Это класс. Сейчас вообще не шутят. А вашей машины нет. Не, я... Слушай, я вообще... Александр Борисович, это труба, которая положена на него под контрольных продажей, а так выразилась очень образно. Я... Я задал вопрос, а там соку давления средства? А что там? А что там? Так что мы и ждали. Александр Борисович, я хочу вот что сказать. Александр Борисович, я не могу обращать. Вот смотрите, то, что мне сейчас сказали. Александр Борисович, то, что вы сейчас показали, этот контроль, да? Вот эти пункты. Это был в прошлый год. В администрации приезжали представители с домом, с Кракостом. И все это не говорили, что это мы все сделаем. Вы нам разрешите. Мы будем работать, мы будем ездить. Получается и про это, и нет ничего. И то, что контроль вот это, это бесполезно получается. Они работают по своему плану. А на людей наплевать. Как люди там живут? И что? Вот эти все вот тоже недостепутки. Они нам говорили. Лично ярость искусства приема. Вот я еще раз говорю, если мы принимаем такое решение о создании мониторинговой группы, то эта мониторинговая группа будет пользоваться теми правами, с которыми мы с вами договоримся. Вот такого, что вас пускают, выпускают, высылают, такого больше не будет. Если будут какие-то вопросы по этой мониторинговой группе, будет напрямую иметь сотовый телефон главного государственного психологического инспектора Московской области. Мы вот и его замок. То есть будет ли напрямую телефон в любой момент звонить и говорить, слушайте, вот у нас по плану такие мероприятия. С нами никто не общается, с нами никто не разговаривает. И будем выезжать, и будем вместе с вами на сети вопросов отвечать. Потому что здесь мы утрем на себя обязательства, они должны ли срок. Вот вы сказали, они на этот проект предоставили. Мне пришло три ответа. И какой будет там проект интересный? Первое, приходит письмо. Пришла от вас, именно от вас. И там написано, пруд, кополь. Второе приходит, для орошения земель. Третье, рыбозаконное, да, нагульное хозяйство. Что же будет? Четвертое уже карьера. Что вы шумы сказали? Это было в том году, у меня в Исмине тоже написано. Они не соблюдают закон тишины. Они всю ночь напролет летают. Это мыслимо жить. Четыре метра от дороги. За скоростью сортажа. А скоростью вообще не знаю, что они... Вот они в голове отступают в песок. Погоди. Так, уважаемые. Вот смотрите, все речи, все речи, которые вы сейчас говорите, все речи, да, связанные там. То, что они не слушают, то, что они по ночам ездят. Вот если будут установлены камеры, как на колее, так и на протяжении всей трассы, это четко будет зафиксировано. Более того, это же будет накатительно. Вам не надо будет ночью дежурить. Вы можете в 9 часов утра проснуться, сделать прогон. Если вы увидите, вставай с машины, то предприятие будет наказано вплоть, если будут частые нарушения, вплоть до приостановки деятельности, о том, о чем мы говорим. То есть у вас будет четко контроль, видеоконтроль. Тогда скажите, что там будет? Крут, попы, рыбок, молоколь, дурочайство, или для отношения семей? Я бы сейчас еще раз это все веки, я знаю планы. Именно от вас и костюм нет, вы знали эти ответы. Я вам принесу эти три ответа, и вы нам ответите. Что там будет? Рекультивация будет произведена засыпкой до дневной поверхности. Чем? Кем? С вершими породами, хотя в столб. Кутору, конечно же, не будет. С вершими породами, которые они будут засыпать и переводить в перерачивание состояния фотоаппарата. Не понял, что мусор будет скорее, как в судьбе. Вы знаете, если на самом деле вы переживаете, я понимаю, у вас есть для этого основания, что туда будет завезен мусор, значит для этого, для этого еще раз установим видеокамеру, вы это будете видеть. А вы первые, давайте мы эту проблему будем решать таким образом, что это точно будет платить жизнь, и это точно будет платить бюджет. Ни московского областа, ни муниципального образования, ни чьих бюджетов платить не будут. То же самое, если мы принимаем соответствующие решения, те, которые мы озвучивали, и к ним будем двигаться к этим решениям, то такие решения будут приняты. Более того, еще раз вам буду сказать, на интенсивность, которые есть на сегодняшний день, на самом деле я понимаю, что это серьезная проблема, нам надо будет закрыть, и мы решение понимали сознательно, почему, потому что у нас была задача, дилемма, потому что есть только два места именно на этом направлении, два места. Либо 52 гектара лес рубить, либо принимать решение на землю сельхозназначения, которые должны были переведены в кромку, а после того, когда надлежащим образом будут рекультивированы, обратно перевезти сельхозку, на которой опять можно будет заниматься в сфере. Александр Иванович, я понимаю, что народ действительно настроен и гибело. Я знаю, что Ольга Митина, которая действительно и тяжело. Почему? Потому что у нее работа имеет оружие, и она когда приходит домой, она действительно не может выспаться, потому что здесь все чревато последствий. Но вопрос у меня в следующем. Понимаете, вот, которые два вопроса назад, и совет депутатов. Первый вопрос, вы сказали, что действительно нам сделают презентацию. Но вы не ответили на второй вопрос. Вот, по транспорту. Ну, по транспорту мы задавали вопрос министру транспорта, и пришел ответ министра транспорта. То есть, по дорогам четвертой категории, я сейчас зачитаю. Движение по автомобильным дорогам тяжеловесных, крупногварительных транспорта, без специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесных, крупногварительных транспорта, без специального разрешения не отпускается. Далее. В связи с тем, что в соответствии с 257 ФСЗ осуществляется перевозки делимых грузов на черновесных транспортах, запрещено. Специальное разрешение на движение по городу Красноармейскую не выдавалось. То есть, понимаете, здесь я вам хочу сказать про меня следующий вопрос. О том, что действительно они ездят, разрешение не получают. То есть, не получили. Абсолютно, мы сделаем таким образом. То есть, в следующий раз, либо первый заместитель, либо министр транспорта будет со мной ответить на эти вопросы. Если запрещено, пусть запрещает. Это же его полномочия. Значит, он ответил. Он ответил. А что отвечает? Надо действовать. Пусть запретит. Да. Пусть запретит. Вот технические условия, которые выдавал Моссов Тадор в 16-м году, ни один пункт не выполнил. Не хочет? Да. Ну что же, говорите-то. Не разрешение настроиться. Не разрешение настроиться. Но это же не согласно. Да, три-то. Пусть такой, чтобы у вас нет. Решение настроиться. Не разрешение настроиться, вы почитаете. Если вы инженеры, почитаете, что она спросит на нас. Пусть запретит. И для заместителя министра Фруктова звучит, я читаю так, что он тоже читал Александр Викторович, что с тактой контролем за соблюдение нормативно-правильных актов в области обеспечения безопасных дорожных движений и перевозки грузов осуществляет государственная инспекция. Поэтому однозначно необходимо, если мы будем проводить с вами этот режим, проводить еще встречу, то однозначно приглашать государственную инспекцию. А сейчас, я думаю, направить от завета депутатов и от обеспечения полотенцем, я думаю, от администрации, вот именно письмо о том, чтобы выявили меры. Если не оформим, то прокурату был. Уважаемый, пожалуйста, Владимир Владимирович. Не работайте с планы. У вас полосу. Ну, пока что у нас заверий у нас урала. Поэтому, естественно, я когда слышал, вспоминаю Слава Макару Стабутаев. У меня просьба, знал, конкретно, потому что все уже устали. Чего это не шокинно? Поэтому, значит, принимаем предвозрение по мониторингу. Я предлагаю привозить природу охраны прокуратуры. А у меня тоже можно по контролю? Да, это уже конкретно. На экран можно вывести, на экран у девушек можно вывести по контролю. Там первое стоит, значит, рассмотреть возможность установки противошумных экранов. Это, я думаю, можно внести. Это даже нужно внести. А при внести скорости большегрузного транспорта, вот это вот меня очень волнует. И запрет на движение в ночное время. Почему надо вносить эти вопросы, если государство уже все установлено? Вот меня вот это... Мы начинаем ходить вокруг, развиваем вот такую шашку, а в итоге мы не получаем ничего. Создание мониторинговой группы, я думаю, в ресторанах соберется. Весовой контроль, так таковой, он не должен жителей волновать, потому что это не их проблемы. Есть дорогие определенные категории, как ответил замминистр транспорта. Существует определенный вес. Это надо подавать в гарри, я думаю, чтобы оттуда тоже стояли. Ограничение скорости, там есть ограничение скорости по этой улице, это всем известно, кто получил права и кто ездит за рулем, кто экзамен сдает. И я считаю, что можно раз, два, и в ночное время, извините меня, есть тоже государственный, есть закон, что в ночное время большегрузный транспорта не будет. У нас даже масло ограничено. У меня просьба, конкретно ваше предложение. Вы не, вот не надо смотреть установки, вернее ограничение скорости, это должно быть уже заложено во всем. Извините меня, для чего это, которое нам нужно? Я только мы дополнить этот вопрос рассмотрим, чтобы ни у кого не оставалось сомнений. Уважаемые участники встречи, я здесь протокольно записала, 1-я встреча, 1-я, на эту, секунду, я сейчас задам, нужно потом вопросы. Установить знаки наружные, это первое было, да? Причем, чуть ли не сегодня. Какие знаки? Заметно, да, вы? Закражение. Можно пояснение? Так, дайте, я прочитаю, а потом все пояснения, ладно? А знаки определяются проектом? Можно? Да, да, да. Извините, могу это, скажем? А прониклить? Я прошу прощения, я обещал ответственность на все вопросы. Какие вопросы еще остались, которые нужно обсудить? Значит, у меня первое уточнение будет по поводу, вы как-то обмолвились, когда говорили, что ставят в защиту Астантинского леса, и вы обмолвились тем, что это не может быть на лицензии. Я бы хотела бы прощать, это действительно так? То есть, у вас не было все равно? Значит, я вам могу сказать, что абсолютно на все вот это месторождение лицензии выделено на все 52 нектара. То есть, судя вам не просты, да? Нет, я вам хочу сказать, что для того, чтобы... Тогда я попробую сейчас... Кто выдал лицензию? Выбил? Вопрос с недрами на федеральной лицензии. Значит, я прошу прощения, как работает федеральная лицензия? Нет, давайте не будем об этом, да? Мы будем об этом, потому что вопрос задан предметным, вопрос задан глубокий, и поэтому я прошу меня минуту послушать. Федеральное лицензия работает следующим образом. Метры и земля разделены. Метры, когда выдаешь лицензию на метры, это не значит, что можно выходить и сразу врыться. Ты не имеешь права выходить в рык. Это даже у тебя все есть. Проект есть, лицензии есть. Если у тебя нет права установящего документа на земельный участок, надлежащий образом оформлен, ты не имеешь права копать. В связи с этим, там все документы выданы. Там есть проект, проект утвержден, там есть лицензия. У них нет одного документа на то, чтобы аренду лесного земельного участка с правого выруба и создание там карьеры. Этого документа у них нет, и за которым они там обращались, откуда все началось. И в связи с этим, что у нас губернатор сказал, что лицензию выдавают только там, где нет лесов, мы на этом стоим. Поэтому пока не будет право установящего документа на лесной земельный участок, надлежащий оформлен, это, для этих грубейших нарушений, если не дай бог они будут там копать, вплоть до заведения уголовного дела. Поэтому я не думаю, что у них будет там большое желание выйти и без разрешения выйти в лес. Они имеют следующие, что они не дарутся. По поводу, значит, непосередной лески. Значит, общественная организация, образцов, космономерка, с какой-то перспективой сохранения используют, в принципе, в наследие, и посетящиеся, что в городе могут возьмить на работу. И все государства... Да, Мария Юрьевна, это вопрос в отношении зоны. Значит, давайте, письмо, мы видим, и сегодня давайте. Сейчас секунду. Мы в этой теме сегодня не работаем. Я очень быстро. Значит, на основании заключения региональной общественной организации Московского городского общества за счет природы, прилагаю здесь все, просим дать оценку правоученности и целесообразности по планированному строительству Парку культуры и отдыху Муромцева местного массива в Англии, квартал 135-й. Просим содействия по переносу и доработке проекта создания Парку культуры и отдыха в городском городе Я надеюсь, что всякие вещи делают уже в индивидуальном порядке, чтобы... Уважаемые участники встречи, это... Секунду по десятке. Значит, этот вопрос мы специально обоносим в сентябре на общественное обсуждение, поэтому... Поэтому... Поэтому я... Лариса Юрьевна... Значит... Что-то тоже можно насчет чьиховой воды? Ну... С башни там. Вы там на столе стояли... Это вызовут. Ну, вызовут, да. И все ответы были культурным подбором. Ну, убили в районе. А сейчас заберемся, чтобы все ответы. И вода упроет. Участники встречи, я еще раз озвучиваю то, что мы... К каким результатам мы с вами приходим? Значит, первое. Проекты, разработки и репультивации должны быть в течение недели опубликованы на сайте города Красноармейска для того, чтобы люди посмотрели и, соответственно, представленные нам. Дальше. Возвращение ущерба жителям города. Здесь один вопрос подключал. Ну, я думаю, что его нужно будет разматривать. Создать мониторинговую группу. По-моему, здесь этот вопрос все поддерживают. Уставить кинокамеры на выезде. А ограничит время движения. А ограничит время движения. Ну, здесь вопрос, конечно, понимала, что уже отработано законодательством. Я думаю, дополнительно его можно разматривать. Дальше. Установка противошумовых экранов предлагается. И по дорогам. Значит, либо направить запросы, на каком основании и в инспекцию дорожного движения, и, наверное, в прокуратуру. На каком основании у нас все-таки как лагрузные машины движутся на театре дороги. И на следующей встрече, если мы это с вами определяем по предложению Александра Борисовича, или пригласить еще представителей данных структур. Какие дополнения? Дописываем включить мониторинговую группу природоохранного группы города. Так, еще какие дополнения? А срок лиц, Владимир, второй встречи? Ну, наверное, давайте согласовывать срок второй встречи. Через неделю? Через неделю. В выходной местах? Ну, вероятнее всего, когда жить ей будет удобнее, пожалуйста. Сейчас, пока мы все это будем утверждать, говорить, они ведь будут так и ездить по дороге. Так у них будет в одну минуту одна машина. Валентина Тимофеевна, какое у вас сейчас предложение конкретное? Ограничен движение сейчас, в данный момент, пока до проектов входит. В чьих силах этот вопрос давайте посмотреть. Сто, пусть сто. Они же ходят, они же делают. Че мы где-то там дежурные столы. Наши силы не обращаются. Ограничение за нашли. Ограничение за нашли. Сто. Так. Какие еще есть предложения? Все журналисты, которые хотели пообщаться, я с удовольствием сейчас после встречи отвечу на все вопросы. Все, что касается встречи, я реально не ехал сюда пить чай, пить кофе, я реально понимал, что встреча будет сложная. Но я тоже хочу, чтобы вы прониклись теми проблемами, которые сегодня есть как в Министерстве, так и в Московской области. Нам два года назад была поставлена четкая задача обеспечить, ну, началось все с того, что в Московской области меньше 500 рублей за пол, невозможно приобрести лесок. Началось с того, что невозможно поставить на стройку века. На самом деле, что такие большие стройки, ну, если сравнивать Керченский мост и сравнивать с как, то по объему уложений, по объему людей, которые здесь работают, по объему государственных расходов, эта стройка серьезнее, чем Керченский мост. И по вопросам экономической целесообразности, по вопросам строительства инфраструктуры, разгрузки инфраструктуры для жителей в Московской области, это проект, но тоже, наверное, важнее. Почему? Потому что у нас 2 миллиона жителей живет в Крыму, очень много, когда приезжают отдыхающие, вероятно, много. А на территории Московской области постоянно проживающих более 7,5 миллионов человек, плюс дачники, которые приезжают от 3 до 5 миллионов в период. И поэтому количество людей, которые здесь испытывают трудности и проблемы, потери своего личного времени и ухудшения экологии за счет того, что машины стоят на тарабане, их гораздо больше. И в связи с этим у нас тоже сложная задача была. На самом деле, я просто вам хочу сказать, что вот такие вот вещи, которые вы брали в самом начале, когда мы с вами встречались, вы сказали, что такие вещи вспыхивают, вспыхивают и вспыхивают. Вчера, позавчера из Данисия, 3,5 часа провел встречу с Лотенцовым. Там люди, которые жили, не дужили все это время. Вдруг появляется компания, которая говорит, мы будем разрабатывать. Люди пришли и говорят, слушай, что дальше будет происходить, вы что там устроили? И мы пригласили пятый ИСКА, который там устроился, мы пригласили всех людей, которые там говорят. Показали все контакты, на какую сумму там заключал. Сказали, почему это делается. Мы 3,5 часа с людьми общались. У нас следующая встреча с ними завтра. Потому что людей интересуют, какая будет ремотивация. Людей интересуют, не будет ли потом после этого помоя-присвалка. Против чего люди, собственно, люди возражают. И нам необходимо принимать решения такие, чтобы появилось некое доверие к тому, что происходит. Потому что в коричневой воде люди так искали, что мы понимаем, что дорогу строить надо. Мы понимаем, потому что мы сами по 3 часа стоять вброках. Мы все это понимаем. Но мы волнуемся за то, что карьер вросит. Мы волнуемся за то, что потом в карьер завезут всякую гадость. И потом будет страдать экология, вода и так далее. Потому что подземные воды находятся рядом. Такая ситуация у нас, вот скатывая по 3-му, там существует еще по 2-х объектах. Мы встречаемся, потому что мы понимаем, что нужно встречаться, разъяснять, а на другого варианта нет. И мы для себя специфически поставили. Для нас важна поставка песка на скат. Дальше, как компания будет решать свои коммерческие задачи после того, когда построен скат, это уже их коммерческие задачи. Но эта государственная задача уже не входит. Поэтому вот полтора два года мы курируем этот вопрос, между нами будет сказано. А дальше вы вот здесь вместе, разбирайтесь, компания тоже здесь или не прячется. Мы предлагаем вам условия, на которых вы их принимаете. И вы, если вы не принимаете, ну, слушайте. Конечно, принимайте. Даже это будет сложности и так далее. Поэтому у нас в данном случае сейчас четкая, понятная задача. Я догадаюсь, что вы фатральсивные мнения выслушали. Извините за небольшую скомканность вначале. Но на самом деле, я вам скину этот ролик, который получился. Мы полностью нашли понимание жителей Царева, встречались около четырех часов. Мы рассказали о том, как будет ходить процедура. Все это действует четко, строгым планом, который сегодня предусмотрен. Не на шаг от этого плана. Но почему-то потом появились какие-то вещи. Помятуя об этом, более того, у меня есть сведения, которые мы отработали, что это делает житель Царева, житель Красноармейский. Если нам потом понадобится таких активистов, мы вам покажем создание таких IP-адресов, все это выходит. Это несложно сейчас вычислить, это делается на этот щелчок. В сумку давай бесполезно, потому что не является средством массовой информации. Более того, я попал уже в YouTube. Понимаете, вы знаете, что такое сеть, вы знаете, как все это дело распространяется. И на сегодняшний день камеры, которые снимают, журналисты, которые снимают репортаж, которые официально подходят, и как репортаж, которые принимаются в средствах массовой информации, да, на самом деле, что-то регламентируется законом о СМИ. Интернет сегодня не попадает под СМИ, только есть четкая ограниченность, больше 3000 подписчиков. Почему карьер надо строить чуть ли не на городе? И в какой-то случае не будем строить не на городе ни в чем. Я еще раз говорю, что я прошу вас и войти в положение, и вас понимаете, как Ренин и... Вы знаете, я абсолютно уверен в том, что сейчас сложно, но больше чем уверен, что когда через полгода вы заходите к лицевую, вы с вами встретите совершенно другое отношение. И совершенно будет восприниматься все, что сегодня происходит, по-другому. Я вас уверяю, и у вас будет какое-то отношение. Уважаемые, участки встречи, огромное всем спасибо. У кого личный вопрос, вы найдете. Свет самосовой информации, оплатите, я вас обещаю. Спасибо.